Не только на то, что надо адекватно оценивать ситуацию, а с того всего, действий, тактрин, стратегии, тактики и т.д. И в этом плане мне захотелось, я понимаю, всю службу этого дела и дипломатические элементы, которые присутствуют при этом, праведливые и праведные, что если адекватно попытаться оценивать, то Армения сегодня является не суберемной страной, а оккупированной в рамках стратегии церкви революции и гибридных войн. И тогда, когда мы говорим, премьер-министр сделал ошибку или сделал правильное, то ничего сам не делает. Так в свое время гаулайтеры в оккупированных церкви революции. Просто изменились технологии, вот имеем все это. И я бы хотел сказать, как добавить тому, что сказал господин Валуханьян, на счет 50 миллионов, я понимаю, что речь конкретно о Соровском фонде. В целом, за последние пять лет, по разным оценкам, я повторяю, по разным оценкам, минимум от 6 миллиардов долларов было потрачено на общественные организации, и другие, так сказать, организации, я уж не говорю о спецслужбах и и так далее, на том, чтобы совершить эту так называемую революцию. Чтобы мы знали, так сказать, реальность, как это все выглядит. Так что, в целом, я очень рад этой встрече, спасибо и на этом. Да, спасибо, да, спасибо вам, Гайкарыч.